Геометрия дробей. Любая математическая истина, по крайней мере, начальной математики, в которой мы, как сказать, мы, это все человечество, успели хорошенько разобраться, она должна обязательно представить перед нами в двух ипостасях. В алгебраической или арифметической ипостасях и в геометрической. Иногда даже арифметической и алгебраической разные, тогда получается прям три кита, три кита любой истины. Вот, скажем, у теоремы Пифагора, у нее есть такие как бы три кита, не у теоремы Пифагора, а у пифагоровых троек, есть три кита, мы пока рассмотрели только одного из них, это вот из обычной теории делимости выводили, а потом поговорим про два других. Значит, про дроби, геометрия дробей. Про алгебру дробей мы все проговорили. Есть система всех чисел, которые могут быть выражены как какие-то количество яблок, деленные на какие-то количество детей, ну и отрицательные к ним и ноль. Вот, и тем самым эта, значит, система чисел называется всеми дробями или рациональными числами. Рациональные числа. Ну и так как внутри этих рациональных чисел все операции выполнимы, плюс-минус умножить и разделить, то, соответственно, у нас возникает идея поля. Поля – это алгебраический объект, в котором выполнимы все четыре арифметические операции по обычным правилам. Вот, но к этому мы еще вернемся. А пока геометрия этих самых чисел, геометрия всех дробей. Значит, давайте некоторый постулат привлечем. Значит, постулат, который заключается в следующем. Он связан с нашим, ну как бы, с нашим интуитивным знакомством с декартовой системой координат. Постулат, что во всех подобных треугольниках отношения соответствующих сторон одинаковые. Ну, то есть, на самом деле, это постулат, который мы уже, в общем, в случае целых чисел немножко обсуждали. Когда мы кратные вдвое, например, увеличивали, да, вот, если у нас есть, какая-то, значит, N, M, точка с координатами N, M, да, на плоскости, вот это будет, ну, там, N, это M. Ну, потом мы будем рассматривать еще какие-то точки. И если мы вдвое увеличим этот треугольник, то отношение, соответственно, M разделить на N, очевидно, останется таким же, просто потому, что это две группы школьников, да, в которой одинаковое количество яблок делится на одинаковое количество детей, и их просто слили в совокупную взяли. Поэтому, значит, вот это вот 2N и 2N дает то же самое отношение. Двойка сокращается. Но это только для целых, да? Ну, вот для рациональных чисел, то есть, если мы, там, в 5 третьих увеличим это все, если это, значит, допустить, да, то, что мы при этом останемся в рамках целых чисел, ну, или вообще, если мы начнем манипулировать дробями, да, умножать на любые дроби, вот эти два, и рассматриваем вот M на N, это количество, его можно иногда задать и дробным образом, дробь альфа делить на дробь бета, да, но если мы, скажем, на 100 оба поделили, не целое число яблок, а не целое число детей, то есть, мы додумываем ту же мысль для всех дробных кратных числителя и знаменателя, то есть, все целые кратные, если брать, отношение будет одно и то же, но вот давайте, как бы, пока даже мы не знаем остальных чисел, что кроме дробей еще что-то существует, тем не менее, возьмем, так сказать, как такой наш постулат, да, что все вот эти отношения друг другу равны, некоторые из них будут иррационально разделить, да, но мы пока, как бы, мы про это ничего не знаем пока, вот, просто понимаем, что любая точка на этой прямой дает одно и то же отношение, то есть, обозначает одно и то же количество. Что я в результате хочу сказать? Разные количества – это разные наклоны. Это разные наклоны. И вот тут пригодится наша теорема про несократимые дроби. Две разные несократимые дроби не могут обозначать одно и то же физическое количество, а значит, они обязательно лежат на разных вот таких вот лучах. Итак, что такое геометрия дробей? Дробь – это наклон. И наклоны одинаковые у всех точек, которые на одном и том же луче лежат. Разные несократимые дроби, как мы доказали, это разные наклоны. То есть, если мы берем несократимую дробь, то вот на этом промежутке не может быть никаких других несократимых дробей, потому что иначе бы они обозначали одно и то же количество физическое. А мы доказали, что это невозможно. Поэтому от несократимой дроби вниз нет никаких еще целых точек. С другой стороны, обратное очевидно совсем. Если дробь сократима, то, естественно, после сокращения ее на соответствующее целое количество мы получаем еще одну целую точку на том же луче. Тогда как можно естественным образом описать все вообще дроби и все количества, которые ими обозначаются. Это все лучи, которые проходят через начало координат и целые точки на плоскости. Потому что у каждой дроби есть ее целое представление. Ну и вот я запускаю просто во всевозможные целые точки, я запускаю лучи. Иногда получается, что ближе есть еще какая-то целая точка на соответствующем луче. Иногда ее нет. Но важно то, что если я хочу перечислить все вообще дроби, то я просто могу перечислить все вот эти вот узлы, через каждую провести луч, и в ближайшей к нулю целой точке будет стоять несократимая запись соответствующей дроби. Вот, собственно, это и есть геометрическая интерпретация дробей, которую мы очень много раз будем использовать. Дробь – это наклон. Ну и, кстати, вот, так сказать, сравнение. В этом смысле понятно, как мы действуем, чтобы сравнить две дроби. Если мы визуально их на плоскость поместили, то куда идет более высокая, более крутая, как бы такая горка, то дробь и выше. А как это понять, не прибегая к геометрии? Ну, конечно, привести к общему знаменателю. Что значит приведение к общему знаменателю? Это значит, мы ищем на соответствующих двух осях целые точки, лежащие строго одна под другой. То есть, какое-то кратное вот этой точке будет здесь, и какое-то кратное это здесь. Ну, здесь у меня немножко не пропорциональный рисунок, но это ничего страшного. То есть, вот этот общий знаменатель, общий знаменатель, и мы сразу видим теперь уже, какая из них больше, потому что просто какая выше, такая и больше. Ну и понятно, что чтобы сложить какие-то две дроби, ровно так же мы делаем, да, мы приводим их к, мы берем пересечение соответствующих лучей с одной и той же общей для них вертикальной прямой. Это значит, мы привели к общему знаменателю, после чего просто нагло складываем по вертикали вот эти два числа, и вот там будет лежать дробь, вот это вот ее луч соответствующий, количество, которое будет обозначить, с которой есть сумма. Ну и разность также вычитаем, как бы иногда в минус попадем. Вот, ну вот эта интерпретация дробей как наклонов, она очень удобна, то есть вы можете этот наклон визуализировать, взяв какую-то вертикальную ось, и тогда это задаст вам знаменатель. Если вы единицу взяли, то, соответственно, вот на этих всех лучах будет прямо в точности значение дробей, вот прямо физические значения всех рассматриваемых дробей попадают на вот эту вот прямую, которая отстоит на единицу от нуля вертикально, и все и отрицательные, и положительные лучи, ведущие из начала координат в целые точки будут пересекать эту вертикальную прямую, и на ней будут отмечены все различные количества в виде дробей. То есть все дроби, все рациональные числа. Очень легко так визуализировать. Берете все лучи, которые бегут во все целые точки справа от вертикальной вот этой вот оси ординат, и берете все пересечения этих лучей с вертикальной прямой, проходящей через единицу. Все, вот вам все наши дроби, все наши дроби, которые образуют поле. Их можно вычитать, складывать, умножать, делить, ну только если не на ноль, как мы понимаем, потому что деление на ноль исключается правилами арифметики. Ну и никакой нетривиальной теории делимости в этой системе чисел нет, потому что все на все делится, кроме нуля. Но у полей есть другие замечательные свойства, которые мы изучим. В отличие от колец, для полей верен целый ряд результатов про многочлены. Это следующий важнейший объект, который мы тоже будем изучать. Но немножко позже, для того, чтобы мы могли изучать многочлены на той ступени абстракции, которая мне была бы очень желательной, и нам всем, нам нужно еще некоторые поля пощупать. Есть еще другие поля. Вот сейчас мы знаем, какое поле? Рациональных чисел, то есть всех количеств, получаемых в виде дробей. Всех вещественных чисел, то есть всех вообще количеств, которые можно положить на весы и отрицательных к ним и нулевого. А вещественные числа тоже образуют поле. То есть все такие количества, любые два количества можно поделить, друг на друга сложить, вычесть и умножить. Ну физик здесь скажет, что вы имеете в виду, как вы будете складывать яблоки с омами. Ну мы как бы, видите, как мы тут математики, а не физики. Мы все можем совсем складывать, почитать, делить и умножать. Но в целом физик прав в том смысле, что здесь очень существенная степень абстракции вообще к понятию числа. То, что есть такие все вещественные числа, это очень существенная степень абстракции. И важной составляющей является просто и визуализация всех вещественных чисел, как просто всех точек прямой. Но если мы визуализируем, как все точки прямой, мы, конечно, их можем складывать, почитать, умножать и делить, даже прибегая к некоторым геометрическим трюкам из древнего мира. Вот, ну вот мы знаем два, две системы чисел, которые допускают внутри себя все арифметические операции, то есть являются полями. Но я хочу еще привлечь. Хочу конечные поля рассмотреть, а после этого мы уже, я вам обещаю, обязательно перейдем к многочленам.